Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео я хочу попытаться разобраться в вопросе, так кто же все-таки ИС-7 советская мощь или Е100, немецкое упрямство? Два великолепных тяжелых танка, которые являются, я бы сказал, эталоном, каждый в своем дереве. Что касается немецкого танка, есть броня, но нет подвижности и это действительно факт. Что касается технических характеристик по орудию, которые обязательно сейчас заценим, то здесь есть варианты. Есть орудие, то которое является более скорострельным и есть то орудие, которое является менее скорострельным, но более уронным при этом. Что касается ИС-7, ИС-7 это такая себе легенда, и не только легенда Блица, а легенда танкостроения в целом, машина, которая действительно является, ну может быть даже эталоном тяжелых танков в нашей игре и здесь у нас по орудию вариантов нет, всего лишь одна пушка, которая выдает 460 единиц альфы и при этом имеет перезарядку в 11,5 секунд. Так тоже все-таки круче. Скажу откровенно, собрать команду 7 на 7 у меня, к сожалению, не получилось, но у меня есть ребята из моих кланов, которые решили мне помочь и один забежавший зритель. Кстати, спасибо тебе большое за то, что вам Оскар присоединился, мне это безумно приятно. Ну что, ребят, давайте попытаемся заценить тогда хотя бы 4 на 4. Ребята готовы, у нас по договоренности с ребятами каждый выбирает себе орудие, какое хочет, это касается Ешек, там можно заряжать голду, как на ИСах, так и на Е100, ну и соответственно вполне спокойно можно играть и на чем угодно, как угодно. Играем мы, ребят, до 2 побед, соответственно будет 3 боя как максимум. Я захожу на ИСе 7, но это связано не с тем, что я отдаю конкретно предпочтение ИСу 7, это связано с тем, что у меня есть просто и та и другая машина, ну а у некоторых ребят, как, допустим, у Хантера, он же Крозен, кстати, привет тебе, братишка большой, у некоторых ребят просто есть Е100, допустим, и нет ИСа 7, поэтому вот так вот мы поделились. Не знаю, не знаю, какую тактику боя сейчас возьмут себе Е100, но в любом случае, мне кажется, что точно так же, как и мы, они будут пытаться держаться кучей плюс-минус, ну и поедут на одно направление. Ну вот вам, пожалуйста, трое уже отсветилось. Что могу сказать от себя? Я лично делаю ставку именно на ИСа 7, по одной простой причине, потому что у него более крепкая броня, ну по крайней мере, как мне кажется, и при этом всё, машина обладает большей манёвренностью и, я бы сказал, лучшей подвижностью. Е100 более спокойный в этом отношении, но в то же время, если вы будете играть на более уронном орудием, то за выстрел может выдавать довольно неплохую альфу. Итак, ребят, прилетело, прилетело мне и не совсем понимаю, куда, не вижу на себе отметин, но на 700 с копейками сейчас мне закинули, и я бы сказал, что, ну, крайне неприятно. Только что это было и крайне неожиданно. Пока ребята перестреливаются, как вы видите, по ИСам сейчас есть пробитие, а вот сотки у нас вообще нетронутые стоят, и мне кажется, что это надо потихоньку менять. Как вы видите, две сотки в команде соперников имеют одинаковое установленное орудие, а именно более уронное. Ну, я так понимаю, что, в принципе, большинство танкистов выбирают себе именно более альфовое орудие на Е100, когда играют, и, в принципе, я их понимаю, потому что там действительно альфа довольно крутая, и на этой альфе можно неплохо выезжать. Что еще хочется отметить? В отличие от ИСам 7-го, против данной машины можно довольно неплохо соперничать в случае, если вы сошлись с Е100 в клинче, допустим, то бодаться с ним вот как раз фугасными снарядами, которые можно закидывать в верхний лист корпуса, стреляя вот куда я сейчас кинул только что голдовый снаряд, вот туда же закидывать необходимо фугасный. И тогда, в случае, если вы своим голдовым снарядом, если вы не на ИСе играете и пробития не хватает, можете закидывать туда фугас, который великолепно заходит в верхний лист корпуса. Так, ну все, меня отработали, отработали четко, и у нас сейчас счет 4-3 по выжившим. Пока довольно-таки жесткий прессинг со стороны Е100, и Е100 действительно показывает себя неплохо. Что-то как-то советская мощь в данном бою немножечко подкачивает. Хотя, обратите внимание, какое жесткое стоялово происходит в случае, когда сходятся сугубо тяжи, которые бодаются, вот то, что я говорю, лоб в лоб, пытаясь друг друга разобрать. И действительно очень жесткий махач происходит. Это вам не в ситуации, когда есть в поддержку ПТХи какие-нибудь. Но я так понимаю, что данному моему союзнику, а именно Оскару, вам сейчас придет большой привет, и вот зажали крайне жестко, и в хвост, и в гриву. Уж просидите за такое высказывание. Только что был Оскар разобран и отправлен отдыхать. Осталось 2 ИСа, и мне кажется, что здесь, в принципе, все предопределено. Потому что запаса ХП у команды Е сотых, ну, действительно, гораздо больше, нежели у ИСов. И понятное дело, что с перезарядкой ИСа здесь особо не потанцуешь. Я не говорю о том, что у ИСа перезарядка какая-то дико плохая. Но факт остается фактом. Перезарядка долгая. ДПМа не намного, не намного больше, чем у Е сотого. И, по-моему, там даже меньше, да, ДПМ. Надо будет сейчас глянуть ради интереса, потому что, честно говоря, я не помню. Но, опять-таки, все зависит от того, на каком орудии Е сотые играют. Ну, короче говоря, у ИСов седьмых сейчас крайне мало шансов разобрать прям всю команду. Здесь вообще просто красиво разобрать всю команду Е сотых. И пока, как вы видите, по первому бою побеждают как раз немецкие тяжи. Ну, не знаю, ребят, не хочу как-то так, знаете, забегая вперед, прям сразу вешать ярлыки. Но, но, во-первых, признаю свою неправоту. Признаю неправоту в отношении того, что изначально ставку делал на ИСов. Как на более подвижные машины и более бронированные, как вы видите, Е сотка. Тоже далеко не самый мягкий танк у нас в игре на десятом уровне. Вот такой вот первый бой получился. Не знаю, ребят, пишите в комментариях свое мнение. Может, как-то ИСы сыграли не совсем правильно. Может, как-то тактика была подобрана не совсем. Но давайте посмотрим на результаты. Кто как сопротивлялся и кто что смог сделать. На удивление, у Оскара вообще 6 единиц нанесенного урона. Я не знаю, как он это сделал. Может, он тараном пытался добрать кого-то. Ну, ладно, как сыграл, так сыграл. Я не думаю, что мы должны кого-то порицать. Я в любом случае каждому из ребят благодарен за то, что они сейчас со мной снимают данное видео. Ну что, так или иначе, 1-0 в пользу нашей команды. У нас добавилось еще два игрока. Я думаю, что будет абсолютно честным подобавлять их в команды. Ну, все-таки ребята присоединились. Почему бы, как говорится, и нет. В принципе, шансы на победу от этого не увеличиваются. На всякий случай, for Mr. Chase из моего клана VODGSN. Братка, прости, пожалуйста. Я сейчас добавляю просто по-ровному. Поэтому, если вдруг ты смотришь это видео, пожалуйста, не держи на меня зла. Не обижайся из-за того, что я тебя не добавил. Мне бы хотелось, чтобы все-таки были равные у нас силы в бою в командах. И если вдруг добавится сейчас еще один игрок на Е100, то обязательно тебя тоже заброшу. Но если нет, как я уже сказал, прости, пожалуйста. Ну что, ребят, со счетом 1-0 Е100 сейчас... Ну, не то, чтобы разорвали Е7. Господи, ЕСов 7. Что-то я уже новые танки придумываю потихоньку в блице. Разработчики, услышите меня. Новый танк Е7. Будет крайне крутая тачка, если вы сделаете эту машину на половину из Е100 и на половину из ИСа 7. Короче говоря, пока, пока, ребят. Могу сказать следующее. На удивление мое, Е100, ну, как-то получше себя показали. И, будем говорить откровенно, наличие вот этой вот слабой зоны в виде нижнего бронелиста у Е100... Да, несколько раз, по крайней мере, для меня были лакомым кусочком, когда я смог выцелить эти нижние бронелисты у соперников. Но, когда их не было, для ИСа 7, Е100, ну, вполне себе даже забронированы. И даже, даже включая голду, все равно при этом ничего особо не получается. Я сейчас психанул, бросил на Е100, просто потому что увидел, что он повернулся бортом башни. И, соответственно, я попытался этим делом воспользоваться. Понятное дело, что без полного сведения на ИСе 7 такой финт ушами провернуть, это такое себе. Навряд ли, как говорится, получится, но почему бы и не попробовать. Так, попробую хотя бы краску поцарапать. Вот то, что я говорил, что бросайте прям в лоб башни Е7, и, в принципе, вы нанесете ему урон фугасом в любом случае. Чем ниже к корпусу вы забросите этот фугас, тем больше, так, нет УВН. Да, кстати, ребят, стоит отметить, что с УВНами-то у ИСа та себе история. Не зря жалуется, не зря жалуется мой союзник. Так, ну, давай, подставляй еще разочек под фугас. Блин. Дикая стоялова. Дикая стоялова. Косое, конечно, косое. А что ты хотел? Это тебе, блин, в конце концов, не Британия, это Советский Союз. Понятное дело, что косо криво, лишь бы живо. Так. Мне хочется сливать второй бой, чтобы прям 2-0 немцы одержали победу. Хотелось бы все-таки выйти сейчас на счет 1-1, для того, чтобы можно было как-то красануться и попытаться хотя бы вытянуть. Реабилитироваться, что ли. Ну, вот ребята тоже грамотно играют. Смотрите, никто из них не выпячивается вперед, для того, чтобы, не дай бог, не подсветить свой нижний бронелист. У меня тоже фугас сейчас прилетает. И, по-моему, сейчас у нас потихоньку начинается битва фугасов. Что тоже, кстати, довольно интересно. Так, а что там у нас по хпшке? У нас подраненный, подраненный, подраненный. Ау, блин, Е-100, опять получается такая картина неприятная. Не успел, не успел фугасом фугаснуть. Но. Главное, все играют ромбом, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, жадность меня сейчас, ребята, сгубила. Хотел выцелить нижний бронелисту Е-100, стойкого, который сейчас расторговывать с собой начал. Но, к сожалению, ничего не вышло. Так, хорошо. А что, если попытаться сделать по-другому? Пока ребята здесь занимаются стояловом, я сейчас попытаюсь потихоньку отвалить. Надеюсь, в пылу этой битвы ребята не заметят моего передвижения. И попытаюсь как-то, пользуясь своей хоть какой-то подвижностью, попытаюсь перекатиться куда-то в сторону. Вытянуть ребят на себя и, соответственно, дать возможность или по бортам отработать своим союзникам. Или, соответственно, попытаться самому отработать по Е-100. Пока как вкопанные ребята стоят. Как я понимаю, они сильно на меня реагируют. Там происходит перестрелочка какая-никакая. Ну, а мы тогда сейчас попытаемся отработать немножко хитростью. Так, вот так вот. Ну, блин, перезарядка. Все, вся команда сейчас отвлеклась полностью на меня. Это значит, что, в принципе, у ребят есть возможность потихоньку немножечко начинать атаковать. Я не знаю, почему моя команда сейчас стоит как вкопанная и пытается дальше где-то что-то как-то выцеливать. Вот, пошли, пошли наконец-то. Пошли, ребята. Но, блин, уже очень дорого мне это обошлось. Приблизительно в 2000 по ХП мне это все завесило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, адреналин. Адреналин мне в помощь по одной простой причине. Потому что сейчас меня будут отправлять отдыхать. Нефартовые абсолютно выстрелы с абсолютно косого орудия. Не смог выцелить нижний бронелист. Я попытаюсь сейчас накинуть урон, но... Но навряд ли это что-то прям сильно изменит. Хотя, если сейчас все-таки будет непробитие... Да какое там? Какое там непробитие? Флаг мне, как говорится, в спину. Итак, продолжаем. Разговор 4 на 4. И, как вы видите, по ХПшке ИС-7 все-таки довольно жестко проседают. Это факт. И, опять-таки, вот в таком вот грубом стоялове ИС-ОТ показывают себя, ну, скажем так, гораздо интересней. И как-то живее, что ли. Не знаю, может прям так получилось, что на ИС-7 команда подобралась, которая не совсем понимает, как на них играть. Но вроде бы ребята все грамотно делают. И, как видите, получают пробитие ИС-7 в башню. Вот раз, два, три, четыре, пять отверстий. Верхний бронелист. Верхний бронелист здесь, опять-таки, в башню. Что касается этого союзника, опять-таки, три отверстия в башне. Обратите внимание на Е-100. У Е-100 в запасах по ХП мама не горюй. И при этом всем их прошибают исключительно в нижний бронелист. И если ребята играют ромбом, то, в целом, пряча свой нижний бронелист, я бы сказал, что практически неприступная стена Е-100 для ИС-7. И стоит отметить, что при этом всем на ИС-7, когда играешь ромбом, твои вот эти вот верхние бронелисты, которые находятся под углом, они все-таки далеко не идеальны. И вот туда как раз вполне спокойно забрасывают. Ничья у нас сейчас получилась, на удивление. Но мне кажется, что это связано не с тем, что Е-100 не смогли справиться с ИСами. Мне кажется, что просто Е-100 не следили за временем и просто в нужный момент не пошли вперед в атаку. Они бы, в принципе, ИСов сейчас, мне кажется, раздавили бы, если бы на них ринулись. Что у нас по результатам? По результатам у нас сейчас не совсем понимаю. А, слава богу, а то я думал, что я с нулем вышел. Здесь у нас ребята отыграли, в принципе, плюс-минус по ровной. Но обратите внимание, все равно гораздо больше урона нанесли Е-100. И это говорит о том, что все-таки, все-таки, ребят, мне кажется, Е-100 машинка будет покруче. Как ни крути. Закидываю, ребят, в команды. Ждем сейчас буквально одного нашего союзника по ИСам. Сейчас у нас счет 1-0 в пользу Е-100. Давай, Вайт, присоединяйся. Я жду тебя. Жаль, что ты меня не слышишь. Ждем. Если Вайт сейчас не присоединится, то одного игрока мне придется из команды Е-100 отбросить. Ну, просто потому что силы будут абсолютно неравны. Так. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Еще один Е-100 присоединился, но нету у нас в команде. И один вышел. Да. Просто-таки ужас ужасный происходит. Так. Есть, присоединился. Нет одного ИСа-7. Один у нас союзник отпал. И мне необходимо кого-то отбросить. Я думаю, что... Вот. Вернулся. Пока я тут думал, наконец-то вернулся союзник. Блин. Еще один отпал. Ребят, видео будет бесконечным. Но, к сожалению, прямой эфир, как говорится, есть прямой эфир. Ждем. Все. Поехали в бой. Счет 1-0 в пользу Е-100. Мы играем теперь уже 6 на 6. Команды увеличились по количеству игроков. Это хорошо. ИСы-7. Угла склонения нифига нормально нет. Поэтому на гору особо не поедешь. А с другой стороны было бы неплохо, чтобы гору кто-то все-таки контрил. Так, ребята, поехали. Это уже хорошо. Я думаю, что... Я думаю, что правильным будет, если я составлю компанию одному своему союзнику. А... Даже вот так вот получилось. Поехали трое сюда, трое туда. Тогда получается, в принципе, все нормально, все окей. Итак, первая встреча. Первая встреча на... На... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не подловил, уходим. Вся команда здесь. И там 1-Е-100. Если сейчас умудриться сдержать трех наших, которые пытаются сейчас форсировать гору, то тогда получается, что мы здесь будем в жестком меньшинстве. И я думаю, что ничем хорошим для нас это не заканчивается. По результатам боя, однозначно. Так, прорвались наши на гору. А это значит, что сейчас будет поддержка сверху. Это уже хорошо. Вопрос в том, вовремя ли она будет. Какое ж ты косое все-таки ИС-7. Это просто ужас какой-то. И становится ромбом. Вот этим своим злосчастным ромбом, который прям совсем, совсем не дает возможности нормально продавить сотку, когда она в такой позиции стоит. Сейчас ребятам абсолютно грамотно подсказывают, что можно продавливать. Там 1-100 стоит. Делайте с ним что-то. Тут реально вот сейчас четверо подобралось, и там 1. Давите его, и тогда, в принципе, будет нам счастье. Тогда мы сможем сделать хоть что-то. Так, надеюсь, я не переборщил с углом. Блин, ну прошивают, ребят. Прошивают и вообще просто-таки на ура. Как ни крутись, как ни становись. Манси, не манси, блин. Ну, по крайней мере, у меня нифига не получается. Вроде бы серый был для голдового снаряда, а в итоге, как говорится, фигушки. Так. Потихоньку продавливают, ребята. Это уже неплохо. Уже хоть какой-то шанс на победу. Одного вынесли. Ну, а чертовщина какая, блин. Так, 478 закинули. Отвлекается сотый, и это, в принципе, мой шанс его отправить сейчас отдыхать. Волшебная советская броня срабатывает. Это уже хорошо. Советское волшебство, я бы так это назвал. А, все. Поиграл. Добрали меня. Так, ну, в этом бою, в принципе, есть шансы на то, что, в принципе, победа будет за ИСами. 3-2. 3-2, ребят. По выжившим довольно-таки неплохо. Суммарный счет 4-3 сейчас по бою. И, в принципе, у ИСов есть все шансы добить. Ну, просто потому, что у одного из союзников практически 2 тысячи по ХП запаса. А у Е100-го оставшегося всего лишь тысяча. Ну, то есть, потенциально, понятное дело, что Е100-ый, ну, навряд ли сможет разобрать прям двоих. Ну, все. Здесь, в принципе, ИСы 7-ые разобрались с Е100-ым. И, как я понимаю, опять-таки, если я ошибаюсь, пишите об этом обязательно в комментариях. Как я понимаю, здесь сейчас победа была за ИСами 7-ыми. Именно потому, что ИСы 7-ые не поехали кучей. Они поехали двумя частями. Одна часть команды поехала через гору. Чем создало давление на группу Е100-ых. И, соответственно, вторая группа поехала навстречу Е100-ым на типичное направление для тяжей. И, скорее всего, из-за этого и была победа. То есть, тактика здесь, в принципе, превзошла технику. Я имею в виду технику железную технику, а не технику игроков. И при этом всем хочется отметить, что ИСы, которые поехали на гору, они столкнулись с одним Е100-ым, который, в принципе, не давал им покоя долгое время. И они его не сразу продавили, а у них это заняло определенное количество времени, которое нам приходилось продержаться. И поэтому я бы сказал, что в целом, несмотря ни на что, я бы все равно на данный момент отдал предпочтение как раз Е100-ым. Так, у нас есть отпавшая. И, соответственно, мы вот в таком вот составе уходим на финальный решающий бой, который сейчас покажет, кто же все-таки сильнее. Е100, либо ИС-7. Не знаю, ребят, я ставлю вам ставку на Е100, и не потому что я есть в команде ИСов-7, а значит, я потяну всех на дно. Ну, а просто потому что, как показала сейчас практика предыдущих боев, все-таки Е100-ые, ну, как-то, не знаю, получше себя показывают. И мне кажется, что там вопрос не только в мастерстве самих игроков, но и в возможностях самой машины. Не знаю, то ли в Альфе дело, то ли в ДПМе, но я все-таки склонен считать, что дело все-таки в бронировании самого Е100-ого и в возможностях отрыгивать Е100-ым ромбом, стоя где-нибудь за каким-то укрытием, за которым спрятать четенько свой нижний бронелист. Ну и плюс еще, ребят, точность орудия. Точность орудия никто не отменял. Мне вот сейчас прилетело в верхний бронелист, у которого должна была быть, с учетом угла склонения, неплохая приведенка, но она нифига мне сейчас не помогла, а мое орудие, как видите, сейчас, допустим, не дает возможности нормально ни свестись, ни выцелить, ни выстрелить. Так, встречаю Сотова, но походу эта встреча для меня будет, скорее всего, не сильно приятной. Ну вот и все. Привет, приехала броня, как говорится. Попытаюсь отработать исключительно голдовыми, попытаюсь как-то вот так вот башней поделать в клинче, но меня затрамбовали, и сейчас делают со мной то же самое, что делали с Оскаром в первом бою. Неприятная ситуация до ужаса, и, как вы видите, минус один из. Ну, как получилось, так получилось. Все-таки игра есть игра, предугадать все невозможно, и, соответственно, неправильно принятое решение в отношении тактики порой влечет за себя, за собой, простите, безусловно, ряд негативных последствий. В частности, отчаливание в ангар раньше всех. Смотрим, что будет происходить дальше. Сдается мне, что я знаю, чем дело закончится. Вот что-то мне подсказывает, ребят, что вот после данного видео рекомендовать качать ИСа-7, как первый тяжелый танк, в виде десятки, проходной, ну, я, наверное, не осмелюсь. И если вдруг меня будут спрашивать в отношении того, кто все-таки лучше, кого лучше прокачивать первым немцев или советы, то я буду голосовать за немцев однозначно. Ну, гораздо лучше себя показывают машины в возможности, скажем так, держать удар, сдерживать направление. И, в принципе, не могу сказать, что какая-то вроде бы условно более приятная подвижность у ИСа-7 дает ему действительно какие-то преимущества в бою. Ну, скажем откровенно, вот этот нижний бронелист, он ничем не отличается по вялости и дискомфорту в игре от Е-100, нижнего бронелиста. Ну, а вот что касается бронирования дальше в целом по машине, то как башня уступает бронированию, так в целом, я бы сказал, что и верхние бронелисты в том числе. Ну, такая вот правда жизни получается. Не знаю, может быть, я что-то неправильно сделал, может, команды действительно как-то неправильно скомпоновались, но все-таки мне кажется, что ответ на вопрос, кто круче, становится все более и более очевидным. Обидно, конечно. Очень обидно, что я зашел именно на ЕС-7. Так бы я сейчас был красавчик и рассказывал, какой я молодец, как круто я умею играть и что все-таки Е-100 я не зря выбрал себе. Но, оказывается, я был неправ. Надо было брать себе ЕС-7. Было бы не так стыдновато. Ладно, так или иначе, ребят, давайте подбивать итоги. Я считаю, что очевидным, как я уже сказал, является ответ на вопрос, кто является круче. ЕС-7 или все-таки Е-100? Какую десятку качать первым будешь именно ты, здесь определяйся самостоятельно. Я у себя на канале показываю танки исключительно такими, какие они есть на самом деле, ничего ни от кого не скрывая и ничего не приукрашая. Если тебе это заходит, то обязательно подписывайся на канал прямо сейчас и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а всем ребятам, которые составили мне компанию в этом видео, сейчас на всякий случай покажу их еще раз. Огромная благодарочка для тех, кто хочет. У меня в кланах есть свободные места, отправляйте заявки. Суммарно есть 4 кланчика. Ну и, соответственно, все они ждут новых игроков, которые составят нам компанию в приятном сообществе. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok